Тюрьма. Зона. Все серое, строгое. Возможно, даже черно-белое, потому что это тлен. Сидеть в тюрьме очень грустно. Северный, ты ебанулся? Привет, мой друг. Как твои дела? С тобой Дава Дым. И сегодня мы находимся здесь по особому случаю, а их несколько. Первое. Это три новых вкуса от компании Северный. Второе. Визуальный ребрендинг компании Северный. Изменения абсолютно всего, в том числе и подачи. Но сырье не поменялось, но думаю, три вкуса будут интересны. Теперь давай немножечко подведем маленькую такую статистичку. Мы поменяли все. Вы просили больше света. Я думаю, я сделал больше света. Мы разыграли крутую мерчаху от компании Дарксайд, и она уже уехала. Все, что нужно было сделать, простые условия. Теперь я думаю, и давайте-ка мы разыграем новые вкусы Северного тоже. Прям вместе с комплектом мерча, потому что он зачетный. Но перед этим мы прокурим три новых вкуса, сделаем какой-то о них вывод. И где-то в серединочке я врежу кадр, где точно расскажу, что нужно сделать, чтобы все это выиграть. А теперь давай-ка, дружи мой, мы с тобой начнем. Смотри, у меня есть две чашки. Три вкуса, две чашки. Объясню почему. Есть вот такой вот комплектик мерча. У меня их два. Один мой, второй твой, если повезет. Давайте потихонечку разбираться и смотреть, потому что мне очень интересно, что же компания Северный в этот раз нам сделала. Потому что Северный очень радует мерчом, и он реально довольно-таки крут. Я думаю, ты со мной в этом плане согласен. Как тебе такая советская открывашечка от компании Северный, чтобы следующим летом ты мог открывать безалкогольный пивасик, сидя на пляже в шортах от Северного и с другим мерчем. Ладненько, давайте, смотрите, есть брошюрка. Я ее сейчас попозже прочитаю. Есть вот такой вот брелок Северный с кубиком Рубиком. Очень крутой, прям такой хороший. Прям привет, девяностые. Есть вот такой вот чехол на паспорт, на котором еще остаются старые отголоски старого Северного. А именно это движение АУЕ. Это сердечко в виде колючей проволочки, и я люблю девяностые. В принципе, непонятно. Далее у нас идут два ярких магнитика на холодильник, либо на решетку камеры. Как тебе удобно, смотря, куда подарок уедет и откуда меня смотрят. А, забыл, как называется вот эта вещичка. Ее кладут под стакан, типа под стаканник, да, чтобы конденсат не стекал на барную стоечку. Она вот такая вот прикольная. У нас есть вот такой вот ежедневник. Обычный, ничего такого. О, кстати, в школу в самый раз. И есть, соответственно, у нас стикер-пак новый от компании Северный. Ты это все можешь выиграть, а самое главное, ты можешь выиграть вот эту коробочку, которая до отвала забита тремя новыми вкусами. И мы потихонечку передвигаемся к самому главному. Помимо того, что здесь все забито тремя новыми вкусами, так еще здесь новые яркие баночки. Я более чем уверен, что эти крышечки сыграют огромненькую, прям ебейшую роль на витрине, и их будет прям просто конкретно хорошо видно. Яркость. Ну, в принципе, что нас интересует? Нас интересуют три новых вкуса. Вот я их достал. Мы это все уберем, мы это уже все посмотрели. Нас интересуют три вот этих вкуса. Но перед этим ты не отключайся, да ты даже и не заметишь. Пять секунд я накину на две чашечки два клауда и поставлю их на наши два кальяна. Это кальян Моза и кальян Механика Смок. Пам-пам, миссия сделана. Теперь давайте смотреть. Как я и говорил, ты, наверное, спросишь, Дава, почему три новых вкуса, два кальяна и две чашки? Дело в том, что один из вкусов это борзый эвкалипт. Я не очень переношу все эти эвкалипты, суперновы и так далее. Поэтому мы уберем ее сюда. У нас есть два вкуса, которые куда более интересны. По тональности, по яркости и по общему соображению вкуса. Два вкуса. Выпьем за морковь и завтрак джуманджи. Два абсолютно разных вкуса, они схожи друг на друга. Давайте посмотрим. Выпьем за морковь, либо выпьем за любовь, за любовь меня к тебе. Традиционный вкус свежей сладкой моркови, сорванной прямо с дачной грядки. Я не помню, был ли у кого-то из производителей вкус морковки, морковного сока. Честно, я не помню. Я помню бекон и перец, томаты, рыбу и все остальное, но морковку вроде никто не делал. Если ты знаешь, кто из брендов делал морковку, то напиши в комментариях, потому что я ее куплю и попробую. Это у нас вот здесь. Морковка у нас на Мозе. Завтрак джуманджи. Многогранный вкус с преобладающим оттенком злаковых мюслей, который легко подчеркнут нотами некислого лимона. Звучит очень круто. Но если взять и понюхать завтрак джуманджи, то я больше чем уверен, ты этот вкус полюбишь. Потому что в данном моменте завтрак джуманджи пахнет просто ебейше. Отвал пизды. Давайте мы сейчас все это прогреем и я думаю, мы с тобой можем это уже все раскурить. А вот и нежданчиком врезанный кадр, да. И что у нас здесь на розыгрыше, я наверное тебе уже все описал. Это просто забитый до отвала бокс с тремя новыми вкусами. Это всякие стикер паки, это блокнотика, это чехол на паспорт, тейблтенды, магнитики, брелочек и самое главное открывашка. Как это все выиграть? А выиграть это очень легко. Все что тебе нужно сделать, это быть подписанным на мой канал. Но учти, что твои подписки на твоем ютуб канале должны быть открыты, чтобы я зашел и посмотрел, что ты на меня подписан. Второе, это поставить обязательно лайк этому видео. И третье, оставить абсолютно любой комментарий под этим видео, а желательно оставить то, что касается именно этого бренда. Как я выберу победителя? Все очень просто. Буквально через 2-3 дня выйдет новое видео, где я также нежданчиком врежусь в обзор и там объявлю победителя. Твоя задача посмотреть этот выпуск следующий. И если ты увидел там себя, то обязательно пиши мне в любую социальную сеть. Мы там проверим, что этот комментарий реально принадлежит тебе. И я отправлю тебе подарочки. Но маленькая пометочка. Я думаю, ты меня поймешь. Такое положение. Подарочек отправится за твой счет. Рублей 500. Немного. Но призы крутые. Если же ты не зайдешь в следующий ролик и не посмотришь, и не увидишь, что ты выиграл, то приз к тебе не уедет. Так что вот так. Ебать тот с конкурсом ворвался неожиданно. Но я думаю, ты примешь участие, потому что приз достойный. Давайте, наверное, начнем с морковки, дабы не портить свое впечатление о завтраке Джуманджи. Потому что у меня на него просто ебейшие какие большие ставки. Ну, морковка, как бы так сказать. Не оправдало моих ожиданий. Морковка вкус прикольный. Но не яркий. И, возможно, прям реальный вкус морковки с нотками земли, которые вот только-только вырвали с грядки. И ты ее прям сразу откусил, и она прям у тебя так хрустнула. Но она прям вот на пару раз и, наверное, больше в миксы, нежели чем прям в соло покуры. Но, зная тенденции современных табаков, то здесь, конечно, мы с тобой сейчас сделаем как. Мы сейчас пока будем курить Джуманджи, а это завтрак. Наша морковочка, пускай чуть прогреется, может, она еще не раскрылась, а мы с тобой ее уже просто осудили и так немного припустили. Теперь завтрак Джуманджи. Я даже здесь сижу, куря морковку, я чувствую, как пахнет Джуманджи. Даже сделав 3-4 тяги, потому что я курил до этого, да, его вот прям когда раскуривал. На камеру это не было записано. Я полюбил этот вкус, и, блядь, я тебе скажу так, мой друг, блядь, это будет топовый вкус среди всех, блядь, вкусов северного. И, блядь, мне кажется, он будет так сильно продаваться, что ты его никогда, блядь, не попробуешь, потому что не сможешь его купить. Но у тебя есть всегда шанс его выиграть, потому что здесь целая коробка этого завтрака. Опишу этот вкус. Я, в принципе, никогда не ел мюсли и прочие такие хлопья и вещи. Ну, не прикалывают они меня, потому что я всегда их могу покурить. По вкусу очень мягко. Северный стал очень приятным продуктом, который прям можно курить. Их ребрендинг тоже очень круто сыграл здесь большую роль, потому что реально этот продукт сейчас воспринимается как что-то прям реальное из детства. Блядь, жвачки турбо нахуй. И Юпи, и Нвайт Плюс и прочее. Если помнишь, ставь лайк. Так вот, что касается этого вкуса, я тебе скажу так. Это реально не вебический вкус. Это вкус отвал пизды. Это просто что-то, как волосы дыбом на спине Уилкина. Это охуенно. Ладно, я его сейчас оставлю. А вот что делать с морковкой, я честно не знаю. Вот прям вот прям не знаю, не знаю. Поэтому давайте-ка мы сейчас его бомбанем еще раз и дадим ему второй шанс. Не, вкус стал плотнее, но не. Для миксов круто. С апельсинами, с личией зайдет просто на ура, потому что именно вкус морковки заполнит задний фон прям сто процентов. И вкус будет реально многогранным с этой морковкой. Но в соло, блядь, я вам скажу так себе. Хат сука, блядь. Так надеялся на морковку. Думал, заебеню буду сидеть сутками курить морковку. Но нет, получается, что я сутками буду курить теперь завтрак. Итоги. По вкусам, по вкусам. Морковка слаба. Джуманджи охуенно. Ребрендинг вроде бы поменяли по факту. Да по большому счету-то поменяли только крышки на разные цвета. И это уже охуенно. Мерчуха охуенная. Будет очень здорово, кто ее получит. Реально прям годный подгон от меня будет. Поэтому все, блядь. Все. Пиши комментарии, ставь лайки. Подписывайся обязательно. Ставь уведомления. Ну и, конечно же, смотри вот сюда. И вот сюда. Это был Дава Дым. Пока-пока, мой друг. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.